ДТП произошло предположительно в пол второго дня. Три машины столкнулись на перекрестке улиц Владимирской и Чернореченской. В результате образовалась большая пробка. Есть пострадавшие, погибших нет. Как все случилось, становится понятным со слов очевидцев. Грузовик ЗИЛ ехал в сторону проспекта Карла Маркса, вез на работу бригаду электриков. Водитель говорит, машина двигалась со скоростью примерно 30 км в час. Быстрее на ней и не разогнаться. Красный Шевроле, по словам водителя грузовика Василия Шаргала, вылетел на встречную полосу. Ехал на работу по своей стороне. Он вывернул, объехал. Тут пробка стояла. Объехал и под меня влетел. Потом развернуло меня. Бак оторвало. Еще одним невольным участником ДТП стал Александр Исаев. Его машину при столкновении с легковушкой задел грузовик. У Форда повреждены двери и зеркало. Ребенок, что был в салоне, к счастью, отделался испугом. Машина потом проследовала на встречную полосу, прижалась к обочине, выехала обратно на свою полосу. Я уже стоял, поворачивал. Он проехал вперед и резко двинул под машину, под грузовую. Водителю «Шевроле», которого остальные участники аварии считают виновником случившегося, потребовалась помощь врачей. По их словам, не исключено, что он сел за руль пьяным. У него шишка небольшая на голове, из-за этого алкогольным пахнет. Все там больше нет. Он в сознании все соображает. Все свои данные сказал. Алкогольным пахнет на весь салон. Сейчас поедем в больницу. Документов по себе никаких он нам сказал. Что там у него, не знаю. Спустя несколько минут Павел Никифоров, водитель легковушки, выходит из машины скорой помощи. Говорит, как все случилось, не знает, уверяет, спиртное не пил. Нет, я не виноват, потому что я ехал прямо в своем ряду. Меня кто-то толкнул, я не знаю, или подрезали. Я не соображаюсь. Экспертиза покажет, что я трезвый на самом деле. Пострадавшего в ДТП доставили в больницу. Подробности случившегося сейчас устанавливают полицейские. По их словам, скорее всего, виновником признают водителя «Шевроле». Алина Чемерис, Станислав Левин. События.